Вы на канале улица Москвы И продолжаем гулять мы по главным магистралям Автомобильным дорогам нашей столицы И на очереди у нас Щелковское шоссе Что проходит на востоке города Побывали мы на автовокзале восточный Здесь как раз его начало И туда прямо дальше к центру Щелковское шоссе Продолжится как улица Большая Черкизовская Страмынская дорога изначально Названа по названию села Страмынь Возникла аж в 14 веке И выходила к городам Киржач И Юрьев Польский Затем в Суздаль Само шоссе построено в конце 19-го, начале 20-го века И первоначально носило название Страмынская Однако 1 марта 1960 года Как раз в год включения состав Москвы В связи с расположением в направлении города Щелково Переименовано в Щелковское шоссе Сейчас как раз автобус под номером 171 проследовал Который перевели к вокзалу к новому железнодорожному Пока что вроде бы это единственный маршрут транспорта Который сюда подходит именно с восточной стороны Здесь, кстати, располагался знаменитый Черкизон Черкизовский рынок Вот Сейчас постепенно застраивается жилыми домами территория Там видно дома по реновации в Измайлова Сюда также мы видим Измайловский Кремль Если посмотреть прямо А также гостиницы Это уже мы взглянули к метро Партизанское То есть это следующая станция МЦК будет Здесь же у нас Здесь же у нас районы Гальянова вот с этой стороны И район Северное Измайлово с противоположной Собственно, Щелковское шоссе Оно и разделяет эти районы Проходя в черте города Москвы Здесь вот отходит В Северном Измайлово Сиреневый бульвар Отходит он в правую сторону Вот прямо И также располагается Сиреневый сад Ну и жилые комплексы Вот это явно почерк пика у нас С другой стороны Мы видим Называться будет он Амурский парк И судя по всему Относится К комфорт-классу Ну и также есть Чуть далее будет располагаться Жилой комплекс Левел Амурская Когда мы Встречались С Щелковским шоссе ранее Такое было Мы гуляли Возле станции метро Щелковское А также нового Торгового комплекса И пассажирского терминала Это будет Это где-то средина Щелковского шоссе Проходящего в черте Москвы Но мы сейчас Напоминаю Находимся в самом его начале Очень много Продолжение следует... Здесь вот, по большей части, с нечетной стороны, примерно до монтажной улицы, большей частью сосредоточены промзоны, которые, впрочем, подвергаются редевелопменту. Крупная промзона Калошина, включающая также теплоэлектроцентраль здесь вот, в районах Гальянова и Метрогородок. Ну, а жилая часть у нас по правую сторону, но, опять-таки, повторюсь, по левую тоже дома и жилые комплексы, но пока что промзона тут доминирует. По правую же, там район Северный, Измайлово и жилые дома. Так же написано вот, Северный, Измайлово. Северный, Измайлово. Тоже здесь вот проведены работы по реконструкции. Но Щелковское шоссе, конечно, бывает, стоит в рабочие дни. А особенно уже за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги. Там, где поселки Восточный, микрорайон Янтарный, Изумрудный, очень часто там пробки. Здесь демонтирована контактная сеть, мы видим, чистое небо. Вот, раньше ходили также троллейбусы 22-го, 32-го, точнее, не 22-го, 32-го, 1-го, 83-го маршрутов. Вот, взглянем еще на постройку от пика. Что там о нее? А, Амурский парк. Ну, конечно, где здесь парк, мы не знаем. Но слово парк сейчас модно. Модно писать везде. Неважно, неважно, есть там парк, нет там парка. Неважно. Ну, и вот там уже нашему взору открывается Амурское левел. Мы гуляли там, среди этого жилого комплекса были. Амурский переулок, коротенький, ведет к Амурской улице, к одноименной. Красивое голубое небо. Мы двигаемся с запада на восток. А сейчас вторая половина дня, поэтому очень красиво. На дублерчике недавно уложили асфальт, видно. Поехал инновационный вид транспорта, электробус Т-83. Который повторяет трассу троллейбусного маршрута 83. Ну, и является фактически укороченным, укороченной версией Т-41 или бывшего 41-го троллейбуса. Ладно, будем завершать нашу прогулочку. Если вам понравилось, ставьте лайк и смотрите канал улицы Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.